Въезд в Ядрин и Ядринский район строго ограничен в связи со сложной эпид-обстановкой. С учетом приближающихся выходных, жителям республики настоятельно рекомендовано воздержаться от посещений муниципалитетов. Увеличилось количество зараженных коронавирусом и в Алатаре в три раза с начала недели. Там побывала оперативная группа во главе с вице-премьером правительства Чувашии Аллой Салаевой. Важно не то, где человек работает, а важно то, где он живет, с кем он контактирует, откуда он получил это распространение инфекции. Причины роста заболеваемости разные. Это и приезжие из других регионов, и нарушение режима самоизоляции, и слабый контроль за соблюдением эпидемиологического режима. Дезинфекцию должны делать только специализированные организации. Это не может быть местной управляющей компанией, которая в ежедневном режиме белизной помоет. Ни в коем случае. Этой же тряпкой она пойдет дальше, помоет вам детскую площадку и соседний подъезд. Это только разнесет инфекцию, а ее не оградит. То есть алгоритм действия очень важный. Ограничительные меры в городе соблюдаются не в полном объеме. Например, здесь открыты магазины строя хостоваров, которые в данный момент не являются товарами первой необходимости. Не везде есть в общем доступе средства для обработки рук. Вот что думают по этому поводу сами Алатарцы. В апреле было вообще никого не было. Вот выйдешь до магазина, там у нас рядом метров 200-300 от нас магазин. И мне казалось, вообще никого нет. Очень мало было. Сейчас поживлю не стало. Почему? Это божья кора на всех нас. Эти маски для чего Бог нам дал, как сказать, ну, чтобы мы покаялись. Надо сидеть дома, чтобы не заразились другие люди. Не могут люди сидеть дома. У нас люди работают, у нас люди вот едут на маршрутках. У нас люди, у нас общаются люди-то по-любому. Всех не посадишь под замок. Для оказания помощи заболевшим были приняты дополнительные меры. На базе городского роддома с 27 мая открыто инфекционное отделение на 80 коек. И туда уже начали поступать больные. Уже на сегодняшний день, по-моему, уже пятое учреждение, так скажем, общего профиля медицинского, которые перепрофилированы под ковид. Все беременные будут перенаправляться в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Но на непредвиденные случаи в здании местного роддельного дома оставили дежурные 8 коек. Мы оценили хорошую работу, которая организована, считаю, сотрудниками Министерства внутренних дел, которые действительно отстроили мобильные группы, оперативно получают информацию. О лицах, которые должны находиться на самоизоляции и в ежедневном режиме контролируют это вместе с администрацией, с муниципалитетом. Что касается контроля за торговлей, оцениваю как неудовлетворительное. В два зашли, в двух нарушениях. Пока ужесточать меры ограничения здесь не будут. Но местные власти должны понимать, что только четкий алгоритм действий и слаженность в работе помогут снизить дальнейшее распространение инфекции. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика.